Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Программа «Экономика». Сотрудники Кировавия возмущены халатностью руководства авиапредприятия и его желанием скрыть последствия взрыва бензовоза. Об этом сообщает газета «Бизнес новости», куда и обратились сами работники. Взрыв и дальнейший пожар топливопогрузчика произошел в пятницу 6 апреля во время огневых работ по резке труб в одном из боксов аэропорта. Причиной могла стать халатность одного из рабочих компаний-подрядчика, который сейчас выполняет ремонтные работы на территории аэропорта. Сотрудники Победелова утверждают, что в результате ЧП пострадало несколько человек. Численность варьируется от двух до пяти. Их якобы в спешном порядке отправили в отпуск с рекомендацией не обращаться в лечебные учреждения. Больше всего сотрудников возмущает тот факт, что руководство предприятия пытается замять инцидент, а из-за ремонтных работ на территорию аэропорта открыт доступ посторонних людей, что создает угрозу авиапассажирским перевозкам. В свою очередь, руководство Кировавиа посоветовало изданию не искать сенсаций там, где их нет, и дождаться результатов проверки местного МЧС. Программа «Эхономика». В Кировской области вырос объем промышленного производства. В марте по сравнению с февралем рост составил 4,5%, сообщает Кировстат. При этом добыча полезных ископаемых в регионе увеличилась на целых 80%. Сфера обрабатывающих производства показала рост почти на 10%, а вот объем производства электроэнергии, газа и воды снизились на 12%. В марте вырос также и оборот розничной торговли. По сравнению с февралем он увеличился на 10%. Программа «Эхономика». Предпринимателям не стоит надеяться на снижение страховых платежей во внебюджетные фонды. У страны нет на это ресурсов, заявил Дмитрий Медведев, а поэтому ставка как была, так и останется на уровне 30%. Ее снижение с 34 до 30 уже стоило бюджету 500 миллиардов рублей. Такую сумму потерь называет Минфин. Если после 2013 года размер страховых платежей упадет хотя бы на 2%, государственная казна может недосчитаться еще порядка 200 миллиардов. Курс валют по данным Центрального банка на 16 апреля. Доллар 29 рублей 47 копеек. Европейская валюта сегодня стоит 38 рублей 81 копейку. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM.